Привет, меня зовут Николай, и один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след, и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Леонард Млодинов и книга «Эластичность. Гибкое мышление. В эпоху перемен». Леонард Млодинов – это американский физик, автор научно-популярных книг, сценарист телевизионных научно-популярных передач, работал вместе со Стивеном Хокингом. В 1976 году в Массачусетсе окончил университет сразу по двум специальностям по математике и по физике. В 1981-м получил докторскую степень по теоретической физике в Калифорнийском университете в Беркли. Много лет занимался изучением особенностей строения мозга, процессов, происходящих в нем. И дозанимался до того, что стал объектом нашего с вами внимания. Вместе с ним таким же объектом должно было стать какое-нибудь хорошее молодое французское. Те, кто слушает подкаст не первый раз, знают, что вместе с книгой я обязательно открываю бутылку хорошего вина. Потому что нет в этом мире ничего лучше, чем сочетание прекрасной книги и вина. Но вторая неделя поста, и поэтому в руках только один компонент – хорошая книга, ну и немножечко чая. О чем эта книга? Вообще нужно сказать, что «Эластичность, гибкое мышление в эпоху перемен» – непростая книга, поскольку книга про нейробиологию и устройство мозга, пусть даже для самых маленьких, пусть даже для чайников, она по определению не может быть простым. Но если в паре предложений, то смысл в том, что жизнь изменчива. Человек вынужден адаптироваться к новым условиям, он вынужден постоянно решать новые возникающие задачи с большим количеством переменных или неизвестных, и старые методы, на которые мы полагались при решении этих задач, они уже больше не работают. Умение приспосабливаться, искать новые креативные решения – это черта, присущая из всех млекопитающих, исключительно людям. И в этой книге автор рассказывает о свойствах человеческой психики, выделяя при этом два базовых типа мышления – логическое и эластичное. Чем они отличаются? Мы об этом поговорим чуть позже. Но вот по мнению Млодинова, необходимо развивать сегодня именно эластичное мышление. Оно помогает перерабатывать большее количество информации, оно позволяет формировать какие-то новые креативные идеи. И в принципе, прочитав книгу, вы узнаете о том, как работает мозг, о особенностях вашего мышления, о особенностях мышления известных личностей, о том, как же, собственно, настроить то самое эластичное мышление. Ну и да, мозг по-прежнему остается самым малоизученным органом в системе, координат хомо сапиенс, человека разумного, то есть нас с вами. А вместе с тем, его влияние на поступки, на качество жизни, на настроение, на желание писать комментарии к этому видео, подписываться на канал, ставить палец вверх – тяжело переоценить. Поэтому можете на секунду остановиться, сделать хоть что-то из вышеперечисленного, и после этого продолжим. Книга очень сложно умещается в 10 фактов, потому что вот у меня изначально после прочтения в букноте их было выписано чуть больше 30. Пришлось субъективно сокращать до следующих 10. Мы все наследники ноофилов. Ноофилы – это такие ребята, которые склонны к поиску всего нового, исследованием, открытию ранее неизвестно. Около 135 тысяч лет назад, утверждают ученые, которые занимаются исследованиями нашей с вами истории, случилось что-то такое, в результате чего выжили только те, у кого было достаточно желания и дерзости исследовать новое. Вот эти ученые мужи, которые раскапывают разные слои исторические, они говорят, что количество представителей подвида, который произвел потом на свет человека, в тот период сократилось, вдумайтесь, до 600 человек, ну, до 600 особей. Сотни тысяч лет человечество оставалось вблизи своего места происхождения в Африке, потом случился вот этот катаклизм 135 тысяч лет назад, а потом, как они определили, что выжили только те, кто был склонен к исследованию всякого нового интересного, в течение нескольких тысяч лет внезапно человек двинулся осваивать новые миры. И за 12 тысяч лет он сумел расселиться по всему земному шару. Вот за вот это все движение, ну, и поскольку мы все с вами произошли, скорее всего, от этих 600 человек, они нам передавали свою склонность к изучению всего нового, и за это отвечает, как уже сейчас определили ученые, так называемый дофаминовый рецептор, ген ТРТ-4, который подталкивает нас недовольствоваться заданными обстоятельствами, искать новое и неведомое. Помните вот эти все спичи про то, что нужно выходить из зоны комфорта? Так вот, за выход из зоны комфорта как раз и отвечает ТРТ-4. И существует так называемая шкала ноофилии. Любое действие, по сути, вот по этой шкале, это исследование новых территорий и знаний. Что бы вы ни делали, едете вы в маршрутке и просто смотрите в окно, читаете через плечо в метро книгу другого человека, пытаетесь изучать новый иностранный язык. Это все по шкале ноофилии, исследования новых территорий, и чем выше будут ваши показатели, тем вы любознательны. А любознательность это и есть, в общем-то, один из самых основных способов получения новой информации. У вас существует после получения этой информации, как и у любого другого человека, всего три способа ее обработки. Программный, аналитический и эластичный. Мы вначале сказали о том, что Homo sapiens, как человек разумный, в основном пользуется двумя методами, аналитическим и эластичным. Что же такое программный метод? Ну, значит, первое. Итогом вот той самой любознательности и ноофилии, о которой мы с вами говорили, является значительное накопление информации, которую мозг должен рассортировать и обработать. Он почти никогда не использует какой-то один выбранный метод на 100%. Чаще всего это симбиоз нескольких методов. Программный, вот базовый метод, его еще называют автоматическим методом, он разбирается с ежедневными рутинными задачами. Это, по сути, ваш автопилот. Все сложные задачи решаются с помощью второго и третьего метода. И вот вся фишка заключается в том, что может показаться, что программный метод применяется нами только для каких-то маленьких или незначительных задач, которые никак не сказываются на нашей жизни. Ну, там, например, встать утром, почистить зубы, выпить чашечку кофе. Но это на самом деле не так. Многие из вас, кто интересуется темой социологии, статистики, или вот, не дай бог, нейробиологии, наверняка слышали про эксперимент с копиром, в котором он был построен следующим образом. Стояла очередь к опировальному аппарату, и в конец очереди подходил человек, и он должен был разными формулировками попросить пропустить его без очереди. Если он подходил и говорил, простите, у меня вот 5 страничек, надо отксерить, можно мне ксероксу, то его пропускали всего лишь 60% опрошенных. Если он говорил, простите, у меня 5 страничек, можно мне ксероксу, потому что я спешу, его пропускали 94% опрошенных. Ну, то есть почти все. И этот эксперимент очень часто приводится как пример того, как реагирует наш мозг на связку причина и объяснение причины. То есть пропустите меня, потому что. Но у этого эксперимента есть неожиданное продолжение. Человек подходил и говорил, простите, у меня 5 страничек, можно мне ксероксу, потому что мне нужно копии сделать. То есть если вдуматься структурно, эта просьба, она не имела вообще под собой никакого смысла, потому что всем нужно сделать копии, и все стоят в очереди для того, чтобы сделать копии. Вот как вы думаете, какой процент людей пропускал этого человека? Удивительно, но 93%. То есть практически идентично тому способу взаимодействия с людьми, где он объяснял логично. И это вот есть крутая иллюстрация того, как в очень непростых ситуациях, это не чистка зубов, это не завязывание шнурков на автопилоте, это ситуация, где вам нужно принять какое-то осознанное решение о том, чтобы пропустить человека или нет. Мозг действует по программному методу. Он услышал просьбу и услышал причину, а дальше не задумывается над тем, насколько эта причина вообще соответствует логике реальности, эластичности. Ему сейчас это не важно, главное, что в программной обработке пропустите меня, потому что мне нужно сделать копии, окей, проходи. И если бы мы не руководствовались программной конструкцией просьба, потому что вовлечение нас в этот происходящий диалог, то в случае с бессмысленной причиной показатель, по идее, должен был быть на уровне 60%. Но нет. Он 93%, а это практически то же самое, как причина очевидная и логичная. И получается, что вот жизнь на автопилоте, это как раз про программный способ восприятия информации. Если вы находитесь именно в таких вот жизненных условиях, в которых принимаете большое количество решений именно на программном уровне, то попробуйте для начала перейти к аналитическому мышлению, не старайтесь сразу попасть в зону эластичного мышления, хотя может и попробовать ворваться, чем черт не шутит, может быть эластичное мышление вам сразу будет подчиняться. Как оно воспитывается, вообще аналитическое или эластичное мышление? Млодинов говорит, что первый шаг, самый базовый, если вы понимаете, что большое количество ваших действий продиктовано именно программным методом, именно автопилотом каким-то, вы не задумываетесь, просто там действуете, то воспитывайте в себе осознанность. Ну да, очень такой заезженный тезис, но сила книги Млодинова и, в общем-то, того, о чем он говорит, как раз в том, что он об этом говорит о осознанности с прикладной точки зрения. В общем, чем больше деталей вы замечаете, тем чаще вы будете заменять программный метод обработки информации. То есть, суть автопилота в том, что он не видит детали, он действует как бы по контурам, видит общую картину. Млодинов говорит, что есть несколько методов, которые помогают развивать внимание к деталям. Он это сгруппировал в три основных упражнения. Сканирование тела, осознанность мыслей и осознанная еда. Вы можете подробнее, конечно же, об этом в книге почитать, но если в двух словах, суть в том, что сканирование тела выполняется сидели-лежа, вам нужно обязательно закрыть глаза, и снизу вверх вы как бы просматриваете каждый свой орган, каждую часть своего тела, от пальцев ног до черепной коробки. То есть, снизу вверх прорабатываете вообще все-все-все, что есть там кожный покров, под кожей и так дальше. Проходите очень медленно все свои детали, все свои органы и элементы. И доходите до черепной коробки, а потом опускаетесь вниз. Вот упражнение считается завершенным, когда вы это сделали снизу вверх и сверху вниз. Осознанность мыслей и осознанная еда, они, в общем-то, похожи по своей архитектуре и механике. Суть в том, что вы сознательно замедляете все процессы и наблюдаете за происходящим как бы отстраненно. Вот с осознанностью мыслей, мне кажется, это сделать чуточку сложнее. Ну, вернее, не кажется, я пробовал это делать субъективно чуточку сложнее. А вот осознанная еда прям очень хорошо получается. Ешьте гораздо медленней и перед тем, как начинать что-то есть, пытайтесь осознать каждую секунду того, что происходит. Из какой тарелки вы едите, какая она на ощупь, этот салат, который вы сейчас едите, раскладывается ли он на какие-то составляющие, что там есть. Попробуйте почувствовать вкус каждого ингредиента, входящего в блюдо. Это такая очень интересная, ну, с точки зрения геймификации, игра получается. Если вы кушаете в ресторане, например, то вы потом можете пристать к официанту и пытаться выяснить у него, правильно ли вы угадали все ингредиенты, входящие там в то или иное блюдо. Но, в общем, суть в том, что вы препарируете свои ощущения и раскладываете их на вот эти вот самые мелкие детали окружающей действительности. И чем чаще вы это делаете, тем чаще вы будете так же относиться к принимаемыми вами решениями, и чаще будете задавать себе вопрос, а что если? А что если я поступлю по-другому? А есть ли какие-то варианты принятия не такого быстрого решения пустить человека, сделать копии, потому что ему нужно сделать копии, а подумать вообще над этой формулировкой и уже после этого принимать решение? И тем самым вы разрушаете программный метод и переходите к аналитическому. Плохая новость в том, что аналитическое мышление начинает устаревать. Вам уже недостаточно просто действовать по логической цепочке, если то. Как раз вот недостаточность эмоциональных частей в ходе мышления это одна из самых ярких отличительных черт аналитического мышления от эластичного. Если очень грубо, то можно сказать, что эластичное мышление это эмоциональное мышление. У человеческого ума есть, вот смотрите, у него есть модуль ввода информации, это наши органы чувств, там глаза, уши, нос, пальцы. Есть рабочая ячейка для обработки этих данных, это кора головного мозга. Есть краткосрочная память, где мы держим мысли и слова, которые вот в текущий момент обдумываем. Есть долгосрочная память, куда мы складываем знания каких-то типовых операций или гораздо более сложных, которые выдергиваем в нужный подходящий момент. Если на секунду абстрагироваться, закрыть глаза и представить себе, как это выглядит с точки зрения предметов, то перед нами просто классический пример персонального компьютера. И в этом случае вот эта вот история с модулем ввода, обработки информации, краткосрочной памяти и сложной памяти, это то, в чем нас сегодня уже могут превосходить компьютеры. Потому что игра вот в шахматы, например, это идеальный кейс с аналитическим мышлением, в который компьютер уже обыграл человека. И игра в Гоу, где компьютер обыграл человека. И вообще нужно сказать, что в момент бурного развития компьютеров, несколько десятилетий назад, никто, в общем-то, не усматривал заметной разницы между партией в шахматы, сыгранной от начала и до конца, и сочинением какой-то новой симфонии, которую вы пишете с чистого листа. С сегодняшней же точки зрения, если вы спросите у любого из специалистов по искусственному интеллекту, он вам скажет, что разница колоссальна, потому что первая шахматная партия, она производится линейным приложением правил и логики, законов мышления. А второе, написание симфонии с чистого листа, ну оно требует способности производить новые оригинальные мысли. Первое, можно свести к алгоритмам, а вот второе, если попробовать свести к алгоритмам, успехом не увенчивается. Привычные компьютеры, они с первым справляются уже лучше любого человека, а на второе толком пока не способны вообще. И в этом как раз и есть ключ к различию между аналитической мыслью и неимоверной мощью, как утверждает Млодинов, именно мышление эластичного. Получается, что аналитический подход, перед которым на Западе все преклоняются, там начиная с эпохи просвещения, это в общем-то мелкое такое божество по сравнению с мышлением эластичным, эмоциональным, с которым нам предстоит еще разобраться. Как оно работает? Вам достаточно взглянуть на этот слайд и попробовать прочитать текст, который на нем написан. Вы наверняка встречали этот тест где-нибудь на просторах ВКонтакта, Фейсбука или Одноклассников, но не задумывались над тем, насколько глубинный он с точки зрения познания того, что происходит в нашем мозгу. Смотрите, существует огромное количество компьютерных программ, которые могут читать напечатанный текст вслух. Сейчас они уже делают это практически на лету, без акцента вот этого роботизированного, и вы не отличите это от живого человека. Но если вы попробуете дать компьютеру вот именно такой текст прочитать, он захлебнется и не сможет его прочитать. Люди читают такой текст практически без опинки, причем они ускоряются. Первые 2-3 строчки вам было тяжело прочитать, а последние 4, я уверен, что вы пролетели со скоростью гораздо более высокой, чем это было в начале. И вот, в общем-то, неожиданная легкость, с какой мы можем прочитать этот абзац, это признак как раз эластичности нашего мышления. Если вдруг вы не смогли прочитать этот абзац, у меня для вас не очень хорошие новости, но я думаю, что 99,9% людей, которые сейчас смотрят на этот слайд, смогли это сделать. Ум, мозг, он замечает без подсказки, что что-то не так, а потом соображает, что происходит, и он сосредоточивается на том, как правильно расставлено, вот обратите внимание, что тут везде расставлены первая и последняя буква правильно. А затем тасует буквы в середине слов просто на уровне какого-то вот этого программного метода. И получается, что почему у компьютера это не получается? Дело в том, что компьютер, он состоит из взаимосвязанных переключателей, в которых можно разобраться по коммутационным или логическим схемам. Они работают отчетливо, следуя определенному набору шагов. Это программа или алгоритм, и линейно в соответствии с задачей, имеющей программиста. Вот смотрите, ученые из Гугла, которые соединяют сейчас с компьютера все в нейронную сеть, состоящую из тысячи таких компьютеров, они совершают, конечно, впечатляющий подвиг, и это многообещающий подход, но с точки зрения человеческого мозга это просто огромный калькулятор, которому нужно вводить определенную информацию, чтобы он ее пытался обработать. Наши мозги способны на несоизмеримо более грандиозные подвиги, на формирование нейронных сетей из миллиардов клеток, и каждая из этих клеток при этом связана с тысячей других. Из таких сетей складываются еще более масштабные структуры, а те, в свою очередь, в громадные и так далее, 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 в сложнейшую иерархическую систему, которую ученые вот только-только начинают постигать. То есть, конечно же, супермощные компьютеры – это очень круто и здорово, но они и 3% нашего мозга не могут еще воссоздать по структуре нейронных связей. Почему так происходит? Потому что весь ключ лежит в системе вознаграждения, плюс немножечко в синдроме дефицита внимания и гиперактивности, о котором очень много говорится в книге «Микротренды», которая у нас тоже выходила с обзором на канале, и я ссылку закину в описании, если вдруг захотите ее послушать. В моем личном рейтинге была одна из лучших книг 2019 года. Суть в чем? Дофамин, который действует совместно с другими химическими элементами в сложном порядке, с группой разнообразных структур в вашем мозге, и он заставляет активизироваться систему вознаграждения. При значительном повышении уровня дофаминов человек становится одержимым. Там есть в книге очень крутая история про то, как болезнь Паркинсона, в общем-то, лечат бомбардировкой дофаминами, и они из-за этого попадают во все структуры головного мозга, а не точечно, как это принято у здорового человека. И из-за этого люди с увлечениями, которые пытаются излечиться благодаря такой дофаминовой бомбардировке, они становятся одержимыми. Там была женщина, которая была художником, и она писала на холстах. И, в общем, когда началось лечение вот этой вот болезни, она не могла остановиться. Она рисовала просто 24 часа, вырубалась там же, просыпалась и продолжала рисовать, рисовать, рисовать. И вот эта вот история, она, в общем-то, исследователям дала повод копаться в том, как люди из-за переизбытка или недостатка дофаминов могут включать или отключать эластичное мышление бессознательно. Ну и, конечно, набирающие обороты СДВГ, вот этот синдром дефицита внимания и гиперактивности. Можете почитать про него больше, это сейчас новая такая тема. В СДВГ есть одна особенность. Ну, звучит страшновато, но на самом деле ничего такого. Дофаминовые рецепторы структур вентральной области покрышки, прилежащего ядра мозга, зачитываю я вам сейчас с листика, они при синдроме СДВГ повреждены. И это приводит к деятельности структур вознаграждения в мозге гораздо более активным, что, соответственно, больше подталкивает к действиям. Ну, в общем, если вы или ваш ребенок страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, это может быть очень круто с той точки зрения, что эластичность мышления вас или вашего ребенка будет на порядок выше, чем если бы у вас не было этого диагноза. Да, с одной стороны, повседневные действия людям с СДВГ производить сложнее, потому что все однообразно и неинтересно, но любая нетривиальная задача, она стимулирует контуры вознаграждения, и человек становится одержимым, в хорошем смысле, пока не решит эту задачу. А когда решит, он постигает удовольствие. Вот то самое удовольствие постижения результата, это и есть итог эластичного мышления. И тут что важно, идеи любые, которые рождаются в вашем мозгу, и успешные, и провальные, и хорошие, и плохие, если можно так сказать, они продуцируются мозгом одинаково. Важен процесс, а не результат. Суть в том, чтобы вы пробовали все время продуцировать идеи, не останавливались по причине ошибки. И мозг человеческий, он, вот вдумайтесь в тезис, он в силах распознать интеллектуальную прелесть в любой гипотезе, независимо от ее правдивости или ложности. Любая ложная на сегодняшний момент гипотеза может стать просто отправной точкой к поиску следующей, и вы так по цепочке эластичного мышления придете все-таки к правильному решению. Две вещи, которые помогут вам, если вы выполнили все приемы по осознанности и воспитали переход в себе от программного метода к аналитическому, то переход от аналитического к шаблонному будет заключаться в двух вещах. В нешаблонной проницательности и в озарении в момент бездумия. Нешаблонная проницательность. Суть в том, что когда вы рассуждаете логически, вы ставите рамки, рассматривая ситуацию с ограниченного ракурса своего собственного опыта или полученной какой-то информации из других источников. Мозг анализирует эту информацию, анализирует ваш прошлый опыт и проектирует его на новую ситуацию, применяя те же переменные. Но в этот раз может быть все иначе, и вы не позволяете себе из-за шаблонной непроницательности применить какие-то новые приемы. Гибкость ума – это как раз способность расширить эти незаримые границы восприятия и изменить начальные условия. Людей с эластичным мышлением еще называют проницательными. И вот в этом и суть, что проницательность – это черта, ключ к решению задач вообще всего человеческого мира. Мы чаще всего мыслим шаблонно и непроницательно. Постарайтесь мыслить не шаблонно и проницательно. Ставьте под сомнение весь опыт, который был у вас до текущего момента и старайтесь каждую новую ситуацию пытаться решить по-новому. Ну и одна из самых, наверное, приятных таких историй с точки зрения развития эластичного мышления в том, что озарение очень часто наступает в момент бездумия. Нужно сделать так, чтобы логика отступила на задний план, чтобы вы были в потоке, чтобы мысли просто лились, вы не пытались их контролировать, дать им оценку. Ну вот коллективное – это мозговой штурм. Коллективное такое, бессознательное. Индивидуальное – это, наверное, ближе к медитации и к созерцанию собственных мыслей без попытки вмешаться в них. Может быть, на начальных этапах это такое вхождение некое в состояние транса благодаря музыке или там каким-то еще незапрещенным препаратам и на диктовывание того, какие мысли вам приходят на диктофон или запись от руки, чтобы потом, когда вы из этого состояния измененного сознания выйдете, вы смогли оценить, какие мысли пришли к вам в голову, помятуя, что не бывает плохих и хороших мыслей, просто бывают те, которые следует развивать, и те, которые пока нужно отбросить. Ну и, собственно, пытайтесь сохранить дух детства. Оригинальные мысли, они возникают из потока идей, и большинство из них, вот, как я уже говорил, они, возможно, будут несуразные или казаться, что, ну, какие-то нелогичные. Вот даже в самой формулировке понятно, да, что те мысли, которые мы считаем нелогичными, мы отбрасываем, потому что руководствуемся аналитическим мышлением, а не стараемся попытаться изменить его на эластичное. И дети, они являются идеальными эластичными мыслителями, потому что у детей недостаточно развита логика в силу отсутствия опыта. Они не накопили еще опыт, и по этой причине они руководствуются именно эмоциональным эластичным мышлением. Взрослый человек, он постепенно теряет креативность, поскольку загоняет себя в рамки уже решенных задач, накопленного опыта, и, в общем-то, действия по шаблону, если то. Но, перенастроив мышление, вы сможете попробовать стать таким же генератором идей, как ребенок. И если делать это системно и постоянно, то не за горами тот день, когда вы смените аналитическое мышление на эластичное. Такими вот были быстрые 10 фактов. Я старался как мог. Мне все время всегда тяжело очень с такими монументальными книгами, потому что так много всего вам хочется рассказать, мысль начинает прыгать. Ты, когда проговариваешь какой-то один из фактов, вспоминаешь, как много их было еще там интересных, и хочется и вот про эту историю рассказать, и про эту, и про эту, и про эту. Но формат такой, что всего 10 фактов, и всего три задачи. Задачи всегда записываем в букнот. Это такой блокнот для осознанного чтения. Вот еще одно доказательство тому, что они должны быть записаны, потому что если в момент получения информации вы находитесь в состоянии какого-то эмоционально подвижном, предрасположенном к эластичному мышлению, то лучше записывайте все мысли, которые вам приходят в голову, для того, чтобы потом их рассортировать. Рассортировать обязательно нужно в задаче. Из фактов, из мыслей нужно сформировать по смарту измеряемую, конкретную, достижимую и так дальше. Цель, которую вы пойдете и просто закройте после того, как дочитаете книгу. Таким образом, каждая книга приносит вам максимум пользы. Ну, все это дело можно делать в букноте, который мы придумали и так структурировали, чтобы это было удобно делать. Но если вдруг букнота у вас нет, и вам его никто не подарил, то вы можете это делать в обычной тетради, в блокноте или в телефоне. Три задачи, которые я выписал после прочтения, эластичности и гибкого мышления в эпоху перемен. Значит, первое ежедневное упражнение по осознанности. База – это как раз сканирование тела, мысли и еда. Я уже пробовал это делать. С едой самое интересное, конечно. Но плюс нужно добавлять новые упражнения. Второе – это изучить подробнее с биологической точки зрения работу системы вознаграждения в связке с дофаминами в голове человека, для того, чтобы понять все-таки, как дофамин действует, можно ли стимулировать все эти истории, если можно, то как часто, где тот предел, и как, в общем, с этим всем жить, чтобы получать максимум удовольствия и при этом быть максимально креативным. И третья задача – это больше общаться с детьми, задавать им нестандартные вопросы, смотреть на то, каким способом они решают задачи, и, возможно, этот опыт перенимать. И, ну, то есть даже какое-нибудь описание практической жизненной ситуации ребенка, вот попробуйте сформулировать в задачу и посмотрите, как он ее решит. Очень часто их способы решения и их варианты решения будут вас удивлять и покорять своей вот той самой креативностью, и вы будете все время восклицать, а что так можно было, и будете это применять на практике. Проект «Читай быстро» – буква.инфо, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, колокольчик, там комментарии обязательно, напишите, что понравилось, что не понравилось, не сильно ли я плямкал сегодня, тараторил, все ли было понятно, ну, в общем, все, что вы обычно пишите на YouTube в комментариях. Если вы захотите проверить скорость чтения, то у нас есть такой инструмент, который позволяет это сделать быстро, проверить скорость и осознанность, что важно. Вы получите текст, прочитаете его, ответите на 10 вопросов, и после этого получите сертификат с вашей реальной и осознанной скоростью чтения, а также рекомендации по тому, как эту скорость увеличить. Блокнот для осознанного чтения, рабочие тетради, много всяких постов о эмоциональном интеллекте, памяти, развитии мышления, тайм-менеджменту, о всяких этих софт-скиллах у нас на блоге. Приходите, читайте, комментируйте, пересылайте друзьям. Instagram.bukva.info. Там скоро появится новая версия букнота. Так что тоже подписывайтесь. Спасибо, что провели это время. Читай быстро, через неделю. Новые мы, новая книга, новые вы. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok